Девушки отдыхают В течение недели температура воздуха в Саутленде продолжала оставаться на уровне 38-40 градусов Цельсия. Врачи советуют всем пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Начальник полиции Уолас Эренбург заявил сегодня о том, что Лос-Анджелес занимает США первое место по потреблению наркотического вещества Джоннифрин. Благодаря быстрому привыканию, который этот наркотик вызывает как у людей, так и у переселенцев, Джоннифрин называют Крэком 90-х годов. Подозреваемые вошли в дом. Мы перекрыли вход. Вас понял. Наконец-то. Так ты думаешь, нет никаких оснований беспокоиться? Насчет чего? Насчет запроса из налогового управления. Я же тебе сказал, их компьютер наугад выбирает любые имена. Вот и наш подопечный. Привет, Ричи. Рад тебя видеть, старина. Ты настоящий друг. Джордж, я всегда аккуратно заполнял налоговые декларации. Если я случайно допустил какую-нибудь неточность в налоговом управлении, должны меня понять. Там очень понимающие люди. Не отвлекайся, Джордж. У меня есть 30 грамм чистого Джека. Три сотни долларов. Послушай, старик, у меня сейчас туго с деньгами. Но ты же меня знаешь. Мне нужно верить. 180. Гони, Джек. Я только теряю время. Хорошо, подожди. Я сейчас остальное отчитаю. Полиция, не с места. Не с места. Черт. Не с места. Не с места. Ты меня укусил. Ведь так же нельзя. Все нормально. Я потом сплюнул. Доставай. Я в наручниках. Представь, что это яблоко. Девушки отдыхают. 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 Ты услышал его, и ты его исполнил? Я уверен, он будет понимать. Ты знаешь, Джордж, ты можешь действительно уничтожить еду для человека. Кентонийский городок, община переселенцев. Нет, нет, я же говорю вам. Комитет по делам переселенцев должен выделить нам эту землю со дня на день. Если вы внесете 100 долларов, то получите участок в пол-акро, по госцене всего за 1000 долларов. Войдите. Если вы передумаете покупать землю, мы вам полностью вернем деньги. Или вы сможете продать свою долю за 200 долларов. Вы не могли бы немного подождать? Марджи, мне нужна сводка продаж. Пожалуйста, позови к телефону бухгалтера. Спасибо. Сэр, вам гарантирована прибыль в 100 долларов. Это беспроигрышный вариант. Замечательно. Великолепно. Пожалуйста, номер вашей кредитной карточки. И срок ее действия. Великолепно. Нет, это вам. Спасибо. Я звонил вам по поводу объявлений в газете. Бак Франциско. Понятно. Почему вы хотите работать у нас? Мне нужны деньги. Безусы моих родителей исчерпаны, и я не хочу просить у них карманные деньги. Это мне нравится. О, боже, извини, Бак. Дэйв, ты меня слушаешь? Я смогу заплатить половину, но не больше. Хорошо, пока. Бак, ты когда-нибудь работал торговым агентом на телефоне? Нет? Ничего страшного. Наша идея настолько хороша, что не приходится никого уговаривать. Ты знаешь тектонийцев, которые не хотели бы иметь свой собственный дом? А вот мы обещаем построить для них на земле место, где они будут чувствовать себя как дома. Пойдем, посмотри сюда. Наши архитекторы воссоздали поселки, в которых жили общины тектонийцев. До эпохи рабства. Здесь есть храм селенистов, общинный суд, а также дома на 15 семей. Здорово. Знаешь, в чем состоит главное достоинство нашей работы? Мы вселяем в людей счастье. Бак, если ты готов много работать, то твой заработок не будет ограничен. Я готов, мистер Самуэль. Назови меня просто сын. Я рад, что к нам пришел Бак. Я не хочу умолять заслуги моих подчиненных. Они замечательно работают. Я поставил своей целью искоренить торговлю наркотиками в общине переселенцев. И проведенные вчера аресты это подтверждают. Капитан, вы не на пресс-конференции в этом году. Число преступлений, связанных с наркотиками, увеличилось наполовину. Это тоже ваша заслуга? Жарковато. И все из-за этих ограничений на использование фреона мы, наверное, никогда не сможем пользоваться кондиционерами. А вот и мои сотрудники. Вы нас вызывали? Сайкс Франциско, это мисс Бетси Рос, представительница местных деловых кругов. Она возглавляет ассоциацию по улучшению качества жизни в ее общине. Она хотела бы вас поблагодарить за проведенные вчера аресты. Какая уж у нас работа. Это для нас очень много значит. Нам казалось, что нас давно забыли. Финктонийцы не доверяют людям полицейским. И у них есть для этого все основания. Да, я тоже об этом слышал, слышал. Если бы у нас было больше таких полицейских, когда мы были рабами, нас притесняли на смотрщики. Теперь тем же самым занимается полиция. Если я услышу что-нибудь о торговле наркотиками, я дам вам знать. Переселенцы доверяют мне. Вы можете говорить по-английски, Джордж? Можно по-английски. Мисс Росс любезно пообещала сообщать нам обо всех поступлениях в общине переселенцев. А, спасибо. Смело звоните мне в любое время дня и ночи. У вас есть прямой телефон? А вот и мой муж. Извините за опоздание, было трудно отпроситься с работы. Ревизор налогового управления. О чем вы говорили? Вы потратили на свою машину пять тысяч долларов и записали эту сумму в служебные расходы. У меня были сомнения. Поэтому мы позвонили в налоговое управление. Мы разговаривали с Фоггелом. Уолтер Фоггел. Как сотруднику полиции, разве вам не полагается служебная машина? Только когда я нахожусь на дежурстве. И в свободное время, если возникает такая необходимость. Мистер Фоггел сказал, что это вполне правомерные расходы. Вам оплачивается свободное дежурство время? Нет. Значит, в это время вы не работаете. Вам надлежит уплатить налог. Но мистер Фоггел, который работает здесь, сказал, что мы поступили правильно. Если вы хотите заявить о некомпетентности сотрудника налогового управления, вы должны предъявить копии писем, посредством которых вы получили эту консультацию. Но мы разговаривали с ним по телефону. Значит, вы не располагаете необходимыми документами. В этом случае были отмечены многочисленные нарушения. Помимо уплаты налога, вам придется внести штраф. Ты вовремя. Мне нужна твоя помощь. Мэтт, ты будешь мной гордиться. Ты сам говорил, что я позволяю людям садиться мне на закорки. На голову, на голову. Но сегодня я послал всех к черту. В налоговом управлении хотели удержать с меня 2400 долларов. Ты послал к черту сотрудников налогового управления? Мэтт, у вас великая страна. Каждый человек может выступить против правительства и сказать им «нет». И что ты сделал? Я сказал им, что ничего платить не буду. Какое удивительное чувство. Я бывший раб, бросил вызов власти. Я сказал им... Я знаю свои права. Позвони им и скажи, что ты все заплатишь. Почему? С этими людьми шутки плохи. Позвони им. Мне стыдно за тебя. Ты разве не читал Конституцию? Обилие права. Ты ничего не понимаешь. Я не собираюсь плясать под их дудку. Налоговое бремя не должно быть бременем несправедливости. Мне это нравится. Возьми трубку. Детектив Франциско. Детектив Франциско. Я не знаю, что это значит. Что? Арестовали? Что это значит? А разве они могут так поступить? До свидания. Ну что? Звонили из бухгалтерии. Налоговое управление наложило арест на мой счет. Теперь я не смогу получать зарплату. Позвони им. Обязательно. Джордж! 2400 долларов. Довольно. Налоговое бремя не должно быть бременем несправедливости. Не убивайся, так и заденет. У нас нет 2400 долларов. Я обращался за кредитом в банк и получил отказ. У меня в копилке есть 140 долларов. Нет, милая. Нет. Мы не возьмем твои деньги. Видишь, до чего они нас довели? Кровососы, проклятые. Сколько ты выпил? Одну четвертинку. Плюс еще пол-литра. Ужас. Мы поступили, как нам было сказано. Мы сделали все по закону. По их закону. И вот... И вот... 2400 долларов. Это, наверное, из налогового управления. Они хотят забрать нашу мебель. Они заберут нашего первенца. Они заберут Бака? Успокойся. Здесь живут Франциско. Они заберут Бака? Нет. Распишитесь здесь. Да. Оставьте это вон туда. Мама, это Дарак. Больше похоже на Сони. На нашем языке Дарак означает Дарв, знак признательности. Их всегда накрывают вышивкой. Очень мило. От кого это? От женщины, с которой я сегодня познакомился. Батсирос. С чего это она прислала тебе Дарак? Вчера мы с Мэттом арестовали у них в районе торговца наркотиками. До этого ей казалось, что полиции нет до них дела. О, какой замечательный подарок. Можно я поставлю его в своей комнате? Можно? Ты будешь пользоваться им вместе с Баком. Но сначала ты должна спросить папу. Джордж? Джордж? Не знаю, могу ли я принять это. Джордж, это Дарак. Чистосердечное выражение благодарности. Здесь нельзя руководствоваться правилами, принятыми в чужой культуре. Это наша культурная традиция. Когда мы хотим кого-нибудь отблагодарить, мы дарим то, что у нас называется Дарак. А мы называем это взяткой. Взяткой? Деньги в обмен на услуги? Ты ошибаешься насчет Рос. Она меня ни о чем не просила. Пока. Я так понимаю, тебе она не присылала телевизора. Мне не нужен телевизор, я не люблю телевидение. Я читаю, Джордж, я расширяю свой кругозор. Я уже дошел до буквы К в энциклопедии Британика. Очень смешно. Какой же ты двуличный. Ты набрасываешься на меня из-за бесплатного обеда, а сам принимаешь подарок телевизор. В твоем случае это разновидность подкупа. В моем случае это Дарак. Дерьмо, вот что это. Лохан, счет! Мэтт, прекрати. Ты же знаешь, мне не нужны твои деньги. Принеси счет, я заплачу по счету. И никаких возражений. Нет, нет, в этом поселке будет жить только община переселенцев. У нас будет своя школа с программой, утвержденной Министерством образования. Занятия с 1 по 12 классы будут проходить на английском и тентонийском языках. Мы сохраним самобытность нашего народа. В обычных школах происходит обезличивание наших детей. Место расположения. Я также хочу отметить, что наш поселок будет расположен на расстоянии 2000 километров от океана. Вам больше не придется опасаться соленой воды. Кроме того, реки и озера в этих местах изобилуют рыбы. И там водится очень много мелких животных и грызунов. Запах. И еще. Там просто райский воздух. Запах приготовленной пищи никогда не осквернит вашего обоняния. Правда? Замечательно. Он покупает. Ага. Номер вашей кредитной карточки. Срок действия. Нет. Это вам спасибо. Есть! Есть! Бак, молодчина! Ты получишь свои 20% с этих 100 долларов. И еще, Бак. Тебе ничто не помешает зарабатывать по 5-6 сотен в час. Ты заработаешь здесь кучу денег, Бак. Мэтт, извини, если я затронул твое больное место, мы с тобой принадлежим разным культурам. Иногда мне очень трудно понять некоторые нюансы. Мэтт, ты можешь одолжить 2000 долларов? Вот так просто. Мэтт, ты можешь одолжить 2000 долларов? Ты был прав насчет нюансов. Мне больше некому обратиться. Пройдет целый месяц, прежде чем я смогу получить деньги в кассе взаимопомощи. Я уже обращался в три банка. И все безрезультатно. Теперь у меня собираются конфисковать машину. У меня нет ни гроша. Продай этот дудак. Франциско, тебе передали записку, она лежит на твоем столе. Я не могу продать телевизор. Нам запрещено продавать дароки. Наша культура налагает на это запрет. Может, ты бы и понял, если бы сам был культурным человеком. Это от твоей худенькой красотки? Она вовсе не худенькая. Она толстуха, Джордж. Мэтт, полные женщины считаются у нас очень привлекательными. Если ты много ешь, значит, ты преуспеваешь. Я хотел бы, чтобы она поправилась еще на несколько килограммов. Пожалуйста, позовите Бетси Рос. Это дудаки Франциско. Это Бетси Рос. Вы получили мой подарок? Да, спасибо, но в этом не было необходимости. Дарок никогда не дарит по необходимости, иначе это уже не Дарок. У меня есть только какая информация, которая может вам пригодиться. Мы не могли бы встретиться вечером в клубе Палаш? Думаю, что да. Мне надо поговорить со своим напарником. Ваш напарник? Он ведь человек. Не всегда. Мы не переносим запаха обезьян. Подожди, подожди. Я пришел не с пустыми руками. Это электронный переводчик. Говори вот сюда. Шел бы ты подальше. Работает. Мы из полиции. Нас позвала Мисс Рос. Мы из полиции. Вы не могли бы проводить нас в Мисс Рос? Большое спасибо. Они очень доброжелательны. Что это за борьба? Палаш, убрал бы ты эту штуковину от греха подальше. Очень похоже на профессиональную борьбу, но только с палками. Палаш – настоящий спорт. Это тебе не дешевый спектакль. Роман, завтра из Канады в Лос-Анджелес прибывают строительные материалы. Строительные материалы. Я плохо расслышал. Я потом расскажу. Мне передали, что там будет спрятана партия. Так дело не пойдет. Партия Дженнифрина, которая пойдет на продажу в нашей общине. Сколько? Две тонны. Господа, вы арестованы. Всем не с места. Узнаю у Росы, есть ли у нее такие подсказки. Ты только посмотри сюда. Миллионы. Миллионы. Мне нужно две тысячи, а у этих ублюдков целые миллионы. Возьми себе пару тысяч. Никто и не заметит. Иногда я не могу понять, ты шутишь или нет? Какие тут могут быть шутки? Привет, Мэтт. Я не вовремя? Да нет, я только собираюсь на работу. Чем могу помочь? У тебя есть инструменты? У меня вода протекает. Под раковиной протекает вода. Мне нужна такая вещь. Тебе нужен ключ, конечно. Ключ. Я посмотрю. Хочешь чего-нибудь попить? Все, что угодно. Главное, чтобы со льдом. Извини, я еще не купила холодильник, который работает без фреона. Я могу предложить теплый чай. Ладно, пойдусь. Осторожнее, нужно крутить в другую сторону. Я делал это уже тысячу раз. Трубы очень старые. Если я... Я знаю, что я делаю. Что ты делаешь? Ты должен проверить в справочнике телефон слесаря. Вы были правы. Мы задержали две тонны Дженнифрина. Откуда вы узнали? От одного знакомого мальчика. Я не могу сказать его имя. Эти крысиные хвостики продаются со скидкой. Похоже, у вас дела идут неплохо. Я стала жить в общении. Многие это очень ценят. Нет, нет. Рыбьи глазки нужно отнести в секцию деликатесов. Как я понимаю, у вас есть еще автомобильная мойка, магазин по продаже грызунов и пункт видеопрократа. Мое дело постоянно расширяется. Просто мне очень везет. Какие у вас проблемы, детектив? Говорите смело. Я помогу по возможности. Я так понимаю, что вы приобрели свои магазины с помощью банков. Меня там все обожают. Тест Токио. Митсухара. Мисс Росс, я не стал бы вас беспокоить, но мне больше некому обратиться. Может, вы поможете мне получить небольшую суду. Понимаете, у меня есть задолженность перед налоговым управлением. Сколько? 9400 долларов. Я выпишу вам чек. Нет, нет, мне нужна суда. Хорошо, назовем это суда. Нет, извините, я так не могу. Послушайте, я сделаю, как они говорят, чин-чинарем. Мы составим с вами договор. Зачем нам связываться с банком? Я не знаю. В чем проблема? Вас смущают мои деньги? Мы поставили себе целью найти на Земле место, которое будет напоминать... Иди к себе, ты мешаешь смотреть телевизор. Разве я не оповещал скоро сводить тебя в кино? В моей комнате нет зеркала, и потом. Я ведь сам уступил тебе дарок на эту неделю. Мы поставили себе целью найти на Земле место, которое будет напоминать нам о нашей родной планете. Ты знаешь, что за эту неделю я нашел 12 покупателей? Расскажи мне об этом. Вокруг поселка есть много озер и рек с чистой пресной водой. По ночам на небосклоне зажигают свои огни миллионы далеких звезд. Представляешь? Ты уверен, что действительно есть такое место? Жаль, что ты не видел фотографий. Всего за 100 долларов ты получишь право приобрести участок земли, который обойдется тебе в 1000 долларов. Если ты не хочешь покупать землю, ты можешь продать свою долю за 200 долларов. Ты удвоишь свой капитал. Значит, в этой сделке невозможно проиграть. Правильно. У меня есть 100 долларов. Что? Я тоже хочу в этом участвовать. Не выдумывай, Эмили. Откуда мы возьмем еще 900 долларов? Они мне и не нужны. Я продам свою долю и выручу вдвое больше. Эмили, ты еще ребенок. Ну и что? У меня есть деньги. Почему ты один должен разбогатеть? Эмили. Перестань. Это верное дело. Ты же сам сказал. Давай, Бак, соглашайся. Хорошо. Ты только зря переводишь скрепки. Продолжай вырезать свои талоны. На корабле мы научились беречь вещи. Я не переношу расточительство. А знаешь, что я не переношу? Всяких умников, которые заявляются к нам из космоса, начинают меня учить, как чинить трубы. Сайкс, Франциско. Зайдите ко мне. Тебе придется отвлечься от продуктовых талонов. По этим талонам можно получить приличные скидки, например, этот. С ним я сэкономлю полтора доллара. Чему считать деньги? Ты же получил пару тысяч от Бетсирос. Во-первых, я должен эти деньги налоговому управлению. Во-вторых, это суда. Суда, понятно. Вот какие проценты? 5 процентов. Самая низкая ставка 18 процентов. Это не суда, мистер Чистоплёй. Это услуга. Когда тебе оказывают услугу, ты остаешься в долгу. Привет, Брайан. К нам поступают многочисленные жалобы и слэктаула. Несмотря на все наши усилия, торговля наркотиками, похоже, набирает обороты. Некоторые жители утверждают, что наркоторговцы из переселенцев буквально саждают их дома. Они боятся выходить на улицу. Да что там происходит? Ты посмотри на это. Химчиска Бетсирос. Магазин одежды Бетсирос. Пункт видеопроката Бетсирос. Хозяйственный магазин Бетсирос. Похоже, весь этот город принадлежит твоей подруге. Она создает предприятия, в которых нуждаются переселенцы. Ради твоего же блага надеюсь, что она ни в чем не замешана. Конечно, не замешана. Ты просто не можешь смириться с тем, что одному из нас может повезти. Мэтт. Стоять! Откуда у тебя Дженни Фрин? Это арест? Мы задержали ваших поставщиков. Где ты берешь наркотики? Джордж, что этот парень там делает? Какой парень? Как его зовут? Клифф. Его зовут Клифф. Где можно найти этого Клиффа? Эй, Клифф, такой же Франк, как и ты, Джордж. У-оу. Клифф идет к твоей подруге. Может, он просто хочет купить что-нибудь к обеду. Ну и ну. Это еще ничего не доказывает. Джордж, неужели ты ничего не понимаешь? С нашей помощью Росс устранила своих конкурентов. Теперь весь рынок сбыта принадлежит ей. Не могу в это поверить. Дарк. Суда. Она хотела подкупить тебя. Они приехали к японскому ресторану. Здесь работают ее инвесторы. Давай немного подождем. Только подлецы могут использовать Дарк для таких целей. Подожди-ка. Ведь это Алик Найтсбридж. Он поставляет Дженна Фрин в школу на юге Лос-Анджелеса. А это кто? Не знаю. Какой у машины номер? 1-PC-4-9-9. Лито. Арестован за наркотики в 91-м году. Арестован за сутенерство в 93-м. В том же году задержан за разбой. Подозревается в содержании публичных домов. Здесь собирается преступный интернационал. Пойдем к ним присоединимся. Мы санпедим станции. Хотим проверить, что вы не пользуетесь кондиционерами. Добро пожаловать. Я особенно рад видеть мисс Рос и ее помощника. Хотя все мы представляем разные организации, у нас имеются общие интересы. Мы должны сообща решать важные вопросы. Сегодня мы пригласили вас сюда, чтобы обсудить ваше вмешательство в наши дела. Ваше обращение в полицию стоило некоторым из нас очень больших денег. Среди сидящих за этим столом есть люди, которые выступают за то, чтобы вас убить. Однако такие разборки плохо отражаются на нашем бизнесе. В обществе назревает недовольство. Полиция вынуждена применять жесткие меры. Мы решили отдать вам всю торговлю Дженнифрином в радиусе полумиле от вашего магазина. У вас будет оставаться 15% прибыли. Остальные 85% принадлежат нам. Извините, ребята, это слишком маленькая территория. И мне не нравится, как вы все поделили. Ты решила отказаться? Яйцеголовая. Я хочу вам кое-что объяснить. Я не просто яйцеголовая. На борту корабля мы были к Лизанцун, или, говоря по-вашему, надсмотрщиками. Мы покупали и продавали тех, кого вы называете яйцеголовыми. Мисс Рос, это дело прошлого. Мистер Ямато, прошлое может перейти в настоящее. Мы вам изложили свои требования. Каким будет ваш ответ? Я должна переговорить со своими коллегами. У нее же была сумочка. Господа, теперь мы знаем, что нам делать. Надо с ней кончать. Я запросил ордер на арест Рос. Ты в состоянии принять в этом участие? У меня при одной мысли о ней чешутся ноги. Руки, руки чешутся. Она обвела меня вокруг пальца. Как я мог совершить такую глупость? Это могло со всяким случиться. Мэтт, ты не понимаешь, она же одна из надсмотрщиков. Мне даже подумать об этом страшно. Мы покинули корабль, и они, наверное, ушли вместе с нами. На корабле было 250 тысяч рабов. А сколько среди нас было надсмотрщиков? Сайкс, Франциско. Ты опоздал, Бернс. Тела уже убрали. Я хотел узнать, все ли с вами в порядке. Откуда ты узнал? Я услышал по радио про двух полицейских, которых вытащили из-под обломков. Улыбнитесь. Спасибо. С этими бандитами может получиться классная история. Заговор преступников. У нас говорят в новостях. Росс, наверное, уже знает, что мы здесь были. Не волнуйся. Имейте совесть. Поделитесь со мной хоть чем-нибудь. Держи. Говорит Уильям-1, мы находимся возле магазина Росса. В здании подозреваемый нет. Вас поняла Уильям-1. По месту жительства она также не обнаружена. Росс уже целые сутки никто не видел. Джордж, мы ее упустили. Это сто долларов, Эмили. Потрясающе. Сколько ей лет? Десять. Десять. Какая умница. У нее есть деловая хватка. Я вот что тебе скажу. Она сама сможет выбрать свой участок. Спасибо, Сэм. Не за что. Завтра приведи Эмили к нам в офис. Я хочу с ней познакомиться, конечно. Я хочу с тобой еще кое-что обсудить. Ты, наверное, такой же, как твоя сестренка. У тебя есть деловая хватка. У тебя есть настоящий дарбак. Я собираюсь расширять дело. Я хочу, чтобы ты заведовал офисом. Я? Заведовать офисом? Конечно, справишься. Конечно. Замечательно. Замечательно. Мне надо будет подписать несколько контрактов. Не забудь привезти завтра Эмили, хорошо? До встречи. Хороший костюм. Эй, ребята! Мои лучшие детективы. Крутые парни. Мне за вас очень обидно. Так и быть. Я вам помогу. Мне только что звонила Бетси Рос. Она знает, что мы собираемся ее арестовать. Хочет заключить с нами сделку. Уж я с ней договорюсь. Молодец, секс. Именно поэтому ты детектив номер один. Ты пообещал пойти ей навстречу? Еще как пообещал. Никакого суда. Она же убийца и наркоторговец. И ты позволишь ей диктовать условия, мы должны упрятать ее за решетку. Не надо здесь распинаться. Эта яйцеголовая, простите за выражение, поможет нам задержать еще как минимум шесть наркодельцов. Тех, кого она не успела подорвать? Я не буду с тобой спорить. Ты примитивно рассуждаешь. Если мы проведем эти аресты, выиграют все. Ты и я. Все наше отделение. Но без ее помощи мы не сможем этого сделать. Рос хочет с тобой встретиться. Ты оговоришь с ней все детали. У меня все, господа. Это здание сильно пострадало во время землетрясения в 92-м году. Тебе нужно прикрытие? Нет. Я должен пойти один. Мэтт. Я согласен с тем, что ты говорил у Грейзера. Хоть ты ее прям как осел, но у тебя цельная натура. Спасибо. 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 Привет, Джордж. Привет, Джордж. Я рада, что ты не пострадал. Да, ведь я должен тебе деньги. Вот мои условия. Никакого ареста, никаких обвинений. Я также хочу, чтобы полиция оставила меня в покое. Никакого вмешательства в мои дела, никакой слежки. Взамен я предоставлю вам сейчас компромат на трех крупных наркодельцов. Кроме того, я буду сдавать вам торговцев каждые полгода в течение двух лет. Ты будешь героем. А ты будешь безраздельно править городом? Да, таковы условия, и тебе лучше их принять. Вся жизнь построена на компромиссе. Пять лет назад я бы просто прикончила тебя. А сейчас у нас общие дела. Будешь меня слушаться, сумеешь заработать приличные деньги. Но надсмотрщики хорошо организованы. У нас есть большие средства. Мы всегда будем в победителях. До встречи, Джордж. Стой! Ты арестована. Ты превышаешь свои полномочия, Джордж. Грейзер послал тебя, чтобы ты меня выслушал. Тебе меня не купить. Ты будешь заключать свои сделки из тюремной камеры вместе с таким же отребием. Глупый яйцеголовый. Если ты меня арестуешь, сделка сорвется. Ты слишком раскрабрился. Я тебя раскусила. Стой! Джордж, там Клифф! Что ты здесь делаешь? У меня было предчувствие, что ты сорвешь сделку. Хоть ты ее упрямко косил, но у тебя цельная натура. Я его выманю. Теперь за ней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что вы делаете? Я оформляю задержание подозреваемой. Выпусти меня отсюда. Это была твоя идея, попрыгунчик. Это было мое решение. Она отправится в тюрьму. Все сделки на условиях прокурора. Если не выпустить через 30 секунд, никакой сделки не будет. Ты понимаешь, какие аресты сорвутся, если мы с ней не договоримся? А ты понимаешь, какую цену мы заплатим за эти аресты? Сколько детей она посадит на наркотики? Сколько жизни она погубит? Это не подчинение приказу. Я дал вам специальные инструкции. Не записывайте эту женщину. Запиши ее. Выполняйте мой приказ, сержант. Капитан. Что? Посмотри, кто к нам пришел. Репортер из преисподней. Бернсу должна понравиться история о полицейском чиновнике, который готов выпустить на свободу убийцу и наркодельца в обмен на несколько арестов. Ты не посмеешь. Оформляйте эту женщину. Я тоже куплю себе долю. Как ты думаешь, я смогу уговорить родителей? Желаю удачи. Все папины деньги в налоговом управлении. Мы разбогатеем и перекупим налоговое управление. Думаешь, получится? Если не веришь, сама увидишь. Тебе должен понравиться этот парень, Эм. Где Сэм? Кто? Сэм из Самуэль Энтерпрайзес. Откуда я знаю? Подождите. Здесь были столы, телефоны. Здесь был целый офис. Может, ты ошибся дверью? Сэм просто так бы не уехал. Он же сказал, что ты будешь заведовать офисом. Заведующий. Да-да. Какой же я дурак. Он даже не заплатил мне. Даже не заплатил. Я дурак. Как же мои сто долларов? Ты их потерял? Ты их потерял? Я тебе поверила. Я дала тебе деньги. Ты знаешь, как долго я их копила. Как ты мог так со мной поступить? Эмили. Эм. 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 Извини. Я верну тебе деньги. Сэйла. Верну. Нет. А что еще мне остается делать? Я не хочу, чтобы ты возвращал мне деньги. Не хочешь? Нет. Это была моя идея. Но ведь я во всем виноват. Нет. Я сама виновата. Я отдала тебе деньги, потому что я хотела быстро разбогатеть. Все нормально, Бак. Правда. Но телевизор останется в моей комнате. Нам пришло письмо из налогового управления. Джордж, я могу понять, что ты порвал чек-росс. Но зачем отдавать телевизор? Это дело принципа. Кроме того, мы отдаем его на нужды благотворительности. Зачем забрали телевизор? Замечательно. Что? Они пишут, что совершили ошибку. Мы должны им только 400 долларов. Папа, это же Дарак. Подожди, дорогая. О, нет. Василин, ввиду обнаруженных нарушений, мы хотели бы провести проверку ваших налоговых деклараций за последние три года. А где я буду смотреть сериал «Любовные связи»? У нас есть еще один телевизор. Но он стоит не в моей комнате. Ты такая жадина. Ты слышала это? Привет, я должен извиниться. Я хотела попросить прощения. Прости, что я рассмеялась. Нет, нет, это я вел себя как болван. Это тебе. А это тебе. Спасибо. Тебе спасибо. Спасибо. Я оставил обед на плите. Понятно. Продажа поддержанных автомобилей. Поверьте, сейчас я говорю с вами совершенно откровенно. Я надеюсь, что вы верите в искренность моих слов. Если бы мне предложили выбрать самую лучшую машину на этой площадке, то я бы отдал свое предпочтение вот этой ласточке. На этих развалюхах далеко не уедешь. Да бросьте вы, отличная машина. Вы только посмотрите, какой великолепный дизайн. Ну? Каково? Эта модель оснащена великолепным двигателем в 350 лошадиных сил. Он работает практически бесшумно. И я должен вам сказать, что эта модель по-прежнему продолжает оставаться машиной будущего. Поверьте. Тогда почему же ее прекратили выпускать в 92-м году? Ну ведь такие модели, как Такер Эпцел, тоже сняли с производства. Эти машины никто не хотел покупать. Вы хотите сказать, что это были плохие машины? Ошибаетесь. Послушайте, земляне. Мне кажется, мы сумеем договориться. Ну так как? Багажник чистый, я надеюсь. Мадам, вы там не найдете ни единой соринки. За прошедшие три дня было обнаружено три изуродованных тела. Это сильно испортило настроение нашему шефу. Кто возглавляет группу? Тебя-то уж точно не назначат на эту должность. Я думаю, что группу возглавит сержант Стив Мэйси. Об этом говорили в утренних новостях. Мэйси считает, что ему понадобятся переселенницы. По-видимому, его выбор пал на тебя. Я смогу им понадобиться, поскольку все жертвы были переселенцами. Я полностью согласен. Но не кажется тебе, что Мэйси мог поинтересоваться, какие у меня на этот счет соображения? Боюсь, он не стал бы прислушаться к твоему мнению. Опять-таки со своими шуточками. Ведь тебя с Мау взяли в группу только потому, что твой напарник посланец далеких миров. Надеюсь, что мои слова никого не обидели. Мэтью, нам предстоит прочитать кучу материала по этому делу. Не так много. Итак, у нас три трупа переселенцев. У всех отрублены кисти рук. Тела были найдены в разных районах города. Мы займемся тем, что было найдено. Тебе вовсе не стоит ее мыть. Овощи обязательно нужно мыть перед едой, дорогая. Но ведь мы же не собираемся есть эту тыкву. Тогда зачем нужно что-то на ней вырезать? Джилл сказала, что по традиции в Хэллоуин на тыкве прорезают нос и глаза. Очень необычная традиция. Ты к этому просто еще не привыкла. Так, и что нужно делать дальше? А теперь мы ее разрезаем. Ты серьезно? Да. Теперь тыкву нужно разрезать и вырезать всю мякоть. Нужно вырезать на ней страшное лицо, чтобы оно отпугивало злых духов. Злых духов? Какая ужасная традиция. Мама, ведь это же Хэллоуин. Это языческий обряд празднования в честь Самхейна, которого кельты считали повелителем смерти. В день празднования люди зажигают огонь в домашнем очаге и приносят в жертву мелких животных, либо людей, приветствуя возвращение душ умерших. Так об этом празднике написано в энциклопедии. И после всего этого они называют себя цивилизацией. Я возьму трубку. Алло. Привет. Привет, Джилл. Ты уже отпросилась? Я пытаюсь это сделать. Ты обязательно должна отпраздновать Хэллоуин вместе с нами. Мне бы тоже хотелось. Ты должна подобрать тебе подходящий костюмчик. Это будет что-то торжественное? Да. И я наряжусь в костюм свиньи. Эмили, если мы хотим изуродовать эту тыкву, то нам нужно успеть до прихода папы. Я тебе позвоню сразу, как только освобожусь. Хорошо, пока. У всех троих погибших, как, например, у этого, кисти были отрублены одним ударом. Это мог быть топор, либо нож мясника. Да, наверное, так. Удар был нанесен сверху или снизу? Какое это имеет значение? Для следствия эта деталь может оказаться существенной. Если в момент нападения погибший находился в оборонительной позиции, то это мог быть рубящий удар сверху. Если же погибший в момент нападения не оборонился, удар мог быть нанесен снизу. Спасибо. В момент нападения жертвы оборонялись. Погибшие умерли от потери крови. Подробную информацию мы получим после. На роде убийства так и не были найдены. Нам даже неизвестны мотивы этих преступлений. Еще будут вопросы? Да, куда делись отрубленные убийцы кисти? Хороший вопрос. В твоем рапорте, Сайкс, говорится, что отрубленные конечности до сих пор не найдены. Я действительно такое написал? Страница 3. Эти конечности могли бы нам многое объяснить. Между прочим, из-за вас я вовремя не пообедала. Совершенно очевидно, что погибшие оборонялись от убийцы. Это можно было бы определить по ногтям. Если вам удастся найти конечности, мы попытаемся создать более полную картину происшедшего. В следующий раз приду не с пустыми руками. Отныне все ваши действия должны координироваться с моим офисом в Рэмпорте. Сайкс, Франциско, добро пожаловать в нашу команду. Надеюсь, что вы быстро научитесь работать с моей базой данных. Здесь самая подробная информация, психологический портрет, заключение криминалиста и фотографии. Как мы должны вести себя с прессой, как Фетт Астер и Джинджер Роджерс. А какие у них были отношения с прессой? Тебе нужно посмотреть фильмы с их участием. Знаешь, на завтра друзья пригласили меня вместе отметить Хэллоуин. Тебе не стоит праздновать вместе с ним. Почему? Ведь это будет так весело. Тебе нельзя выходить из дома, пока это все не кончится. Что не кончится? Чем ты так напуган? Придет время, и ты узнаешь, кто такой Тагдат Кер Хайя. Кто? Он появляется в день осеннего равноденствия, в момент, когда продолжительность дня и ночи одинаковы. Ух ты! И что он делает? Он наполняет ночь кошмаром. Существует очень много историй о Тагдате, в которых говорится о том, насколько жестоким был этот безумец. Когда произносит его имя, то кровь стынет в жилах у всех тентонийцев. Тагдот был завоевателем, беспощадным и кровожадным. Он хотел, чтобы наши предки почитали его, как Бога, но они не хотели унижаться перед ним. И тогда он решил отомстить. Его воинство нападало на города, уничтожая все живое на своем пути. Войны Тагдата были беспощадны ко всем. Они отрубали своим жертвам руки и оставляли их умирать от потери крови. Улицы городов были завалены телами погибших. И Тагдат бродил среди трупов и рыдал. Но рыдал он не от раскаяния, засадеянная от того, что некого было больше убивать. И вот пробил час, когда Тагдат должен снова вернуться, для того, чтобы мстить. Нет. Что значит нет? Это же легенда. Это было на самом деле. Да, конечно. Это была очень интересная история. Хочешь узнать, что Тагдат делал с отрубленными руками? С меня вполне хватит того, что ты мне уже рассказал. Давай не будем расстроивать родителей. Они могут не отпустить меня на вечеринку. Тагдат вновь среди нас. Настало его время. Ладно, ты пока собери всю информацию, а я схожу за кофе. Мне с сахаром и медом. Если у них есть сладкие шарики, то брось в мой кофе три штуки. Пусть они немного размякнут. Только смотри, не размешивай кофе. Я займусь этими данными, а ты пойдешь за кофе. Так вот вы где. Да, мы здесь. Вот, полюбуйся. Что это? Очередная интересная находка. Лучше тебе это сделать самому. Отрубленные обе кисти. Да, я вижу. Не пускайте сюда посторонних, а я вызову оперативную группу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Тебе неизвестна личность погибшего? Нет свидетелей происшедшего? Убийца не оставил следов? Отрубленные кисти тоже обнаружить не удалось? Журналистам здесь быть не положено. Убирайся. Этот материал попадет на первую полосу. Только твои газеты. Так как же все-таки? Он здесь оказался. Что? К этому месту ведут только следы жертвы. Откуда ты все знаешь? Мое чутье меня не подводит. Этот зверь умеет неплохо заметать свои следы. Проваливай отсюда, Бернс. Ты мешаешь мне работать. Может быть, призрак из сказки? Ты веришь? Да, в одного. В мою бывшую жену. Могу я использовать твои слова? Проваливай. Ну, как идут дела? Пока не нашли ничего существенного. Что-нибудь обнаружили? Ну, хорошо. Кто-нибудь видел моего напарника? Он пошел вон туда. Если хотите, я пойду вместе с вами. Своего напарника я постараюсь разыскать. У вас есть фонарик? К сожалению, нет. Просто великолепно. Эй, сержант! Смотрите, не потеряйтесь. Джордж! Джордж! Выходи, ну где же ты? Выходи. Джордж, хватит играть в прятки. Выходи, нам нужно заниматься делами. Джордж? Джордж! Проклятие! Джордж, и как это тебя угоразило забраться в эту чертову дыру? Кажется, я что-то нашел. Джордж, я чуть было пулю в тебя не всадил. По имеющимся у нас данным, преступник управлял пикапом. Судя по всему, это был крупногабаритный автомобиль. Да, одна из японских моделей. Хорошая машина. Предположительно, машина была красного цвета. При помощи инфракрасного луча на земле была обнаружена кровь жертвы. У нас есть что-нибудь еще? Да, преступник носит обувь 44-го размера и весит примерно 90 килограмм. У него искривлены пальцы ног. Как у всех переселенцев, я знал, что ты об этом подумаешь. Выходит, один из переселенцев убивает себе подобных. А почему это тебя так удивляет? Мне казалось, что только среди людей могут встречаться такие психопаты. Выходит, что процесс ассимиляции происходит очень быстрыми темпами. Дома есть кто-нибудь? Мы на кухню. Прости, что я опоздал. Сегодня было очень много работы, и мне пришлось задержаться. А зачем Эмили засунула голову в бак с водой? Это новая игра, которую она узнала от Джилл. Она говорит, что это ужасно интересно. Это очень интересно. Ей нравится этим заниматься? Она уже несколько часов подряд так развлекается. А когда она выныривает за воздухом? Тогда, когда захватывает яблоко со дна. Зачем она это делает? Она очень хочет отпраздновать Хэллоуин вместе с друзьями, Джордж. Ты слышала об этом языческом празднике, который отмечают люди? И что они при этом делают? Ходят вечером по домам и собирают сладости. Привет! Привет! Дорогая, ведь мы же живем в спокойном районе. Я уверен, что она будет в полной безопасности. Я знаю, дорогой, но... Что тебя так тревожит? Просто наступило особое время года. А что в этом особенного? Мудри напомнил нам легенду о Тагдоте. Ты помнишь рассказы о ночи кошмаров? Это было как раз в это время года. Тагдот. Ведь это же сказка. Сюзан, неужели ты веришь в эти истории? Это же все было не на самом деле. Значит, ты не веришь в эту легенду? Я могу идти. Но как раз это обсуждаем. Что мы обсуждаем? То, что вам рассказал Мудри? Я просто напомнил вам о жестоком и беспощадном Тагдоте. Мудри, напрасно. А ты пугаешь мою семью небылицами о призраках, которые уничтожают свой собственный народ. Разве это небылицы, Джордж? Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты меня слышишь? Кэти! Кэти! Кэт! Если ты не откроешь дверь, то я ее вышибу. Если к тебе забрался маньяк, я его пристрелю. Все в порядке. Ты всегда так громко кричишь? Мне просто приснился кошмарный сон. За этой дверью случайно не стоит кто-то, кто заставляет тебя это говорить. Я бы пригласила тебя, но я себя ужасно чувствую. Не беспокойся, я все понимаю. Просто я услышал, как ты кричала и подумал, что тебе нужна моя помощь. В этом районе не так спокойно. Я чувствую себя гораздо лучше, когда ты рядом. Я всегда рядом. Если тебе опять приснится кошмар, ты знаешь, где меня искать. Спасибо. На счету убийцы-призрака уже четыре жертвы. Тагдот — это то, что земляне называют олицетворением зла. Джордж, ты говоришь о потусторонних мирах? Да, я говорю именно о них. Что это вдруг на тебя нашло? Итак, вот список всех машин Такия Янкис, зарегистрированных в Лос-Анджелесе. Проверим машины красного цвета. Вчера вечером я перечитал эту легенду. Она основана на достоверных фактах. Послушай. Оказывается, отрубленные руки были символом Такдота во время третьего равноденствия. Оно наступило как раз сейчас. Он периодически появлялся и убивал несколько, иногда тысячи жертв. Меня от страха аж дрожь бросила Сайкс. В этой книге есть какие-нибудь рисунки? Здесь есть древние изображения Такдота. Сакс, у меня идея. А почему бы твоему напарнику не сверить этот рисунок с имеющимися у нас фотографиями? Может, ему удастся что-нибудь найти? Я обойдусь без твоих советов. Итак, цвет красный модель Янки 92-го года. Пробег 2394 мили. Владелец весит около 90 килограмм. Подношение отрубленных рук в железных тазах стало традицией, которой придерживались последователи Такдота во время своих сборищ. Перестань читать эту чепуху. Я ничего не говорил. Если мы хотим найти отрубленные руки, нам необходимо принять во внимание эту немаловажную деталь. Нет, Джордж. Мы заново проверим всю информацию и попытаемся найти, сколько переселенцев весом в 90 килограмм вводит Янкис. Если ты считаешь, что это хорошая идея, то я могу поставить об этом в известность Мэйси. Об этом больше ни слова. Здесь снуют журналисты. Мне казалось, что это будет иметь принципиально важное значение. Послушай, неужели ты действительно веришь в эти сказки? Ведь ты же полицейский, занимаешься серьезным делом. Нам предстоит допросить семерых переселенцев, попытаться выведать, что им известно. В этом и заключается работа полицейских. Если ты хочешь заняться поиском призраков, делай это в свободное от работы время. Ты меня понял? Что у вас происходит? Я попытался предложить новый подход к проведению расследования. Я полностью тебя поддерживаю. Я считаю, что в ваших интересах представить Грейзеру отчет о работе. Можно я на это взгляну? У моего брата на кассете записаны вопли и звук, открывающийся со скрипом двери. Неужели тебе действительно так нравится Хэллоуин? Да, это самый веселый праздник. Знаешь, я неплохо подготовилась к этому конкурсу с яблоками под водой. Молодец. А как у тебя с костюмом? У меня возникла идея. Здорово. Только помни, что наряд должен быть устрашающим. Ты, кажется, собиралась надеть костюм свиньи? Это будет очень страшная свинья. Большие ужасные клыки. Морда будет просто безобразная. Я тоже придумаю что-нибудь пострашнее. Чем безобразнее, тем лучше. Эмили, ты меня слышишь? Да. Мой костюм будет самым страшным. Что там происходит? Проверка, проверка. Что случилось с твоим переводящим устройством? Оно барахлит. Предлагаю после допроса устроить перерыв. Что ж, я не против. Налеко отсюда есть неплохой ресторан. Джордж, я в этом районе никогда не хожу в рестораны. Слишком калорийной пищи нет. У них очень скудное меню. Мистер Пол Ревери, здравствуйте. Мы из полиции. Вы не могли бы ответить нам на несколько вопросов? Этот тип вряд ли смог бы поднять топор, чтобы кому-нибудь отрубить руку. Я как раз обедал. Может, вы хотите разделить мою скромную трапезу? Нет, спасибо. Мистер Ревери, насколько нам известно, у вас есть автомобиль Янки красного цвета. Да, верно. В таком случае нам бы хотелось на него взглянуть. А в чем дело? Нами было найдено четыре трупа. Вы находитесь в числе подозреваемых в совершении убийства. Я? Ну почему? Ведь я уже совсем старик. Послушай, Джордж, мое переводящее устройство разлетелось по всему коридору. Мистер Ревери, где вы находились вечером 27, 28 и 29 числа? Я был дома. Я очень редко выбираюсь куда-либо. Кто-нибудь может это подтвердить? Я живу один. Друзей у меня практически нет. Я болен астопорозом. Это заболевание костей. Оно было вызвано тем, что на нашем корабле не соблюдался режим питания. Мистер Ревери, где вы работаете? Я занимаюсь научной работой в центральной библиотеке. 52-й, ответьте. 52-й на приеме. Детектив Мэйти просит вас немедленно прибыть в морг. Еще один труп? Об этом мне неизвестно. Хорошо, мы выезжаем. Конец связи. Разве ты не хочешь проверить его машину? Это срочно. Мы к вам еще заедем. Я буду дома. Их обнаружили на старой свалке. Кстати, Франциско, твое дополнение в базе данных оказалось весьма кстати. Два огромных железных чана. А в самой середине было разложено вот это. Привет. Привет. Хэти, ты когда-нибудь слышала имя Тагдот? Что с тобой? Может, зайдешь ко мне? Если я тебе помешал, то... Прошу тебя, проходи. Существует множество мифов и легенд о Тагдоте. Наши мифы очень тесно переплетаются с нашей культурой. У нас происходит то же самое. На корабле надсмотрщики, клейзанцуны, пугали нас. Пугали этими историями. На корабле у каждого была койка. Тысячи коридоров с койками, установленных в сотни ярусов вверх и расходившихся в стороны. Все это делало корабль, похожим на колесо со спицами. Надсмотрщики были обязаны следить за порядком. Они пускали газ, чтобы постоянно держать нас под контролем. Но некоторые из нас не хотели быть в подчинении. После того, как мы попали на Землю, я слышала рассказы о том, что небольшой группе переселенцев удалось выработать иммунитет к газу. Ведь вас же было гораздо больше тысячи на одного. Нас было в десять раз больше. Они хотели поднять восстание на корабле, поэтому надсмотрщики нанесли удар по нашему самому уязвимому месту, нашему сознанию. В наших умах, уже и без того ослабленных газом, они повернули вспять ход истории. Мифы превратились в реальность. Надсмотрщики стали демонами, более опасными и могущественными, чем все мы вместе взятые. Страх стал ужаснее смерти. Для того, чтобы выдержать эти невыносимые муки, нам приходилось лежать на своих местах и вдыхать газ. И я поступала именно так. Прости, я ничего не знал об этом. Я всегда считала себя существом здравомыслящим. Разве это не так? Тогда почему эти кошмары до сих пор мне снятся и пугают меня? Как это можно объяснить? Почему у надсмотрщиков были татуировки? Мне говорили, что это защищало их от действия газа. На корабле они носили эти символы с гордостью. Теперь же это лежит на них печатью проклятия. Ушел около часа назад? Нет, нет, ничего страшного. Он должно быть здесь неподалеку. Хорошо, спасибо. Что? Ох, да. Тебя тоже. С днем всех святых. Ты не видел Джорджа? Он был здесь час назад и собирался зайти криминалистом, чтобы забрать результаты экспертизы. А результат уже у меня. Черт, куда же он делся? Слушай, а может он вчера прочитал «Белоснежку. Семь гномов» и теперь решил их разыскивать и допросить? Сайкс, чем, черт побери, ты занимаешься? А чем, по-твоему, я занимаюсь? Дурака валяешь. Ты уже видел результат экспертизы? Я как раз его читаю. Советую тебе работать активнее, иначе мы будем топтаться на месте. Да уж. Давай не сиди сложа руки. Я думаю, не мешай мне. Такое с ним иногда случается. А где твой напарник? Угадайте, о чем он сейчас думает. Прошу прощения, мне нужно опросить нескольких человек. Я знал, что вы вернетесь. Неужели? Вы не похожи на того, кто верит в мифы. Реальная жизнь вызывает у меня гораздо больше опасения. Так, Дот. Является реальностью для многих из нас. Так же, как и надсмотрщики. Вы нашли отрубленные руки и с татуировками, и миф вам указал на железный таз. А к вам меня привело то, что происходит в реальной жизни. Своим жертвам вы вводили наркотики. Да, небольшую дозу. Только для того, чтобы обездвижить их. Мне нравилось смотреть, как они умирают от потери крови. Я арестовываю вас за убийство четырех переселенцев. Надсмотрщиков. Я знаю имена всех надсмотрщиков, которых я уничтожил. Я собрал о них информацию. Вы имеете право сохранять молчание. Никто не имеет права молчать об этом. Никто не имеет права забыть о зверствах, которые они творили. И никто не имеет права устраивать самосуд. Неужели мы все станем такими, как ты, Джордж? Будем руководствоваться законами, которые написаны не нами. Забудем о том кошмаре, который они устроили для нас. Я ничего не забыл. Нет, забыл. Ты забыл, как у родителей отнимали детей. Твои дети все остались живы, Джордж? Или же они у тебя кого-нибудь забрали? Папа! Папа, помоги мне! Помоги! Папа! Я ничего не забыл. Если ты остановишь меня, то некому будет занять мое место. Никто больше не сможет отомстить им. И эти изверги будут спокойно продолжать жить среди нас. Люди еще никогда не испытают тот кошмар, который надсмотрщики устроили для нас. Потому что они не смогут придумать законы, карающие этих выродков. Мы сами должны покончить с ними. Я один поехал в Слэктаун и закончил то, что мы начали. Прости меня, пожалуйста. Мне нужно было уладить кое-какое дело. Не наплевать на то, что у тебя есть дела. Ты должен быть вместе со мной. Прости. На отрубленных руках боли татуировки. Это что-то значит. Да, ты прав. Черт побери, Джордж. Я в этой группе только потому, что ты прибыл из далекого космоса. Неужели ты забыл об этом? Нет, я все прекрасно помню. Я знаю, кто я. Я осознаю, что я и откуда прибыл. Теперь давай оставим эти разговоры и займемся расследованием. Может, у тебя есть дела поважнее? У тебя есть версии, которые я могу отработать? Да, есть несколько. Замечательно, я тебя слушаю. Эдам Клейтон Пауэлл проживает по адресу 1356, 4-я улица. Водит Янкис, модель 92-го года. Был Муктибути. Да, что-то связанное с религией. Муктибути является духовным наставником для тех, у кого появился новорожденный. Этот парень ни о чем-то жаловался. У него в доме не было новорожденных. Кажется, кто-то хныкал в одной из комнат. Мы можем забыть о нем. Что еще у тебя? Послушай, это я был у него, а не ты. Нам нужно будет еще побеседовать с ним. Что у тебя еще интересного? Что с тобой происходит? Мне кажется, тебе нужно встряхнуться и взяться на конец за дело. Что с тобой происходит? Что со мной происходит? Ты выглядишь неважно. Может, тебе нужно отдохнуть денек дома? Да, пожалуй. Спасибо тебе. Джордж? Поздравляю тебя с Днем всех святых. Джордж, наконец-то нашелся. Что-нибудь случилось? Я звонила на работу, но тебя там не было. Что стряслось? Иди-ка сюда, у тебя все в порядке. Я просто хотела напугать людей. Этот костюм она хотела надеть на празднование Хэллоуина. Разве это костюм, это же мерзость? В моем доме я не позволю тебе пачкать свои руки этой грязью. Прости, прости меня, пожалуйста. Кто позволил ей сделать это? Мне хотелось, чтобы костюм получился страшным. Она еще не понимает. Она только знает, как мы их боялись. Джордж! Она ведь не помнит, кем они были и что делали. Эмили, дорогая, прости меня, пожалуйста. Прости, прости меня. Пожалуйста. Мудрый, мне бы хотелось побыть одному. Мне нужно на многом подумать. Тебе нужно с кем-нибудь поговорить и высказать свои мысли вслух. Джордж, ты можешь избавиться от того, что у тебя на сердце. Я не знал, что во мне таится такая ненависть к надсмотрщикам. Об их жестокости слагались легенды. Их жестокость у некоторых из нас. И они никогда не должны забывать, Джордж, со временем они все канут в небытие. Но это не самое главное. Тагдот и его войны остались в прошлом. Но то зло, которое было внутри Тагдота, осталось в нас самих. Оно осталось даже в тебе и во мне. И мы должны бороться с ним. Мы должны бороться с легендами и мифами. Наши мифы и легенды основаны на реальных событиях, мой друг. Их сохранили для того, чтобы напомнить нам о том, кем мы являемся, куда нам следует идти, и по каким канонам мы должны жить. Свет не включайте. Установите наблюдение за улицей. Джонсон, останешься на лестничной площадке. Ну, все готовы? Да. Что ж, мы его упустили. Он снова вышел на ходу. Это его последняя ночь. Его ночь кошмаров. Он составил досье на десятки надсмотрщиков. Это значит, что завтра утром мы найдем кучу отрубленных рук? У него нет времени, ему теперь нет за чем морочить нам голову с легендой Атакдоти. Сейчас его задачей будет быстрое уничтожение надсмотрщиков. Да, веселой будет ночка. Его будет трудно остановить, он одержим ненавистью. У вас есть список тех, кого он мог бы начать убивать первыми? Вот это может нам помочь. Тут адреса 50 переселенцев. Похоже, что именно так он и проводил все свое время. Разыскивал, сопоставлял, выяснял. Снял. Неужели этот старикашка находил этих бедолаг и рубил их на куски? Ты не представляешь, насколько силен мой народ, когда он во что-то верит. Вот здесь запись всех его актов возмездия. Если он не находит одного надсмотрщика, он тут же отправляется на поиски другого. Да, особо настойчивым его назвать нельзя, он явно предпочитает атаковать легкие мишени. Ладно, давайте все-таки попытаемся его разыскать. Миллер, принимайся за дело, я хочу, чтобы ты нашел всех из этого списка. Всех, кроме вот этих двоих. Эдвард Робинсон с 5-й авеню и Жан-Поль Сартер из Литтл-Тэнктона. Ладно, мы отправимся навестить Сартера, а вам придется заняться Робинсоном. Ты же используешь их как приманку. Разве ты против? Нет, если это поможет поймать убийцу. Мэттью, мне следовало арестовать мистера Робери. Я доложу свои ошибки капитану Грейсеру. Не утруждаю себя понапрасну, Джордж, пока эта ошибка не привела к серьезным последствиям. Да, но, по крайней мере, я хочу перед тобой измениться. Джордж, ты же не робот. Всем нам свойства наши Барси. От этого никто не застраховал. Этим надсмотрщикам неплохо жилось на ваших космических кораблях. Их щедро вознаграждали за доставку рабов в созвездии Нового Боя. Этот цартер уж точно живет гораздо беднее, чем в былые времена. Номер три. Это должно быть вот здесь. Откройте полиция. Вы слышите? Ты думаешь, мы опоздали? Придется вышибить дверь. Что вам нужно? Нам нужен Жан Пол Сартер. Зачем? Разве он что-нибудь натворил? Он сейчас дома? Мы считаем, что его жизнь находится в опасности. Мы здесь для того, чтобы его защитить. Вы хотите защищать его? Все верно, мадам. Так дома он или нет? Но почему вы хотите защищать его? Я полицейский. Вы же были на корабле. Ваш муж был надсмотрщиком. Я об этом осведомлен. Послушайте, мадам. Либо вы скажете, где ваш муж, либо вас потом вызовут в море. Ему не нужна ваша помощь. Замечательно. Тогда мы уходим отсюда. Мэтью. Наш долг обязывает нас защищать вашего мужа. Я знаю, кто он такой. Я презираю его за то, что он делал с нами на корабле и не собираюсь прощать его деяния. Но если вы не станете с нами сотрудничать, я арестую вас за препятствование отправлению правосудия. Я отвезу вас в участок и возбужу против вас уголовное дело. Итак, где находится ваш муж? Чует мое сердце, что этому парню осталось жить совсем недолго. 52-й прием. 52-й слушает. Детектив Мэйси сообщил о том, что Эдвард Робинсон задержан за отказ сотрудничать с органами правопорядка. Давно это произошло? В участок его приезды в половине одиннадцатого. 20 минут назад. Вас поняли. Мэтью. Красный Янки. Появился здесь недавно. Говорит 52-й, требуем подкрепления. Находимся в районе кинотеатра. Говорит... Стреляли не на экране, с балкона Он хочет убить его Где они? Наверху, у него есть пистолет Выведите людей и включите свет И остановите этот идиотский фильм Есть место, полиция Он сумасшедший, он пытался убить меня Выпустите меня отсюда, выпустите Не звука Не с места Брось пистолет, Пол Ты уже знаешь, я не могу это сделать Если ты не бросишь пистолет, не придется в тебя стрелять Но ведь он же надсмотрщик Брось пистолет Неужели ты арестуешь меня По обвинению в совершении четырех убийств Тогда кто же закончит мое дело? То, что ты делал, было ошибкой Истребление убийства называешь ошибкой Это должно было свершиться Ты же стал похожим на них Все кончено, бросай оружие Мое дело Никто не продолжит, если я окажусь за решеткой И если я не смогу довести его до конца То жизнь для меня теряет всякий смысл Нет Какой забавный был старикан Я буду внизу Нужно дать отбой под крепление Все в порядке, Майчел Они считают себя утонченными натурами На самом деле они примитивны Он мог вам запросто мозги вышибить Вы плохо знаете эту породу Они были воспитаны для того, чтобы лизать наши сапоги Мне жаль, что вам приходится работать с одним из них Я в них еще не очень хорошо разобрался Зато я очень хорошо знаю себя Это должно пойти тебе на пользу Я в порядке, что вам дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Привет. Здравствуй. Ну, как все прошло? Великолепно. Все дети были поражены, как лобка. У Эмили получалось доставать яблоки из воды. Значит, у нее появились новые друзья? Да. Бедняжка объелась сладостей. Из-за этого у нее очень сильно разболелся живот. Кажется, этот Хэллоуин действительно забавная штука. Эмили сказала, что это был для нее самый веселый праздник. Ну, а у тебя как дела? У тебя очень усталый вид. Денек выдался тяжелый, но все уже позади. Я тоже рада. Я так и не поняла смысл всех этих праздничных ритуалов. Людям тоже очень многое в нас непонятно. Но со временем все встанет на свои места. Откупись, а то заколдую. Было больше таких полицейских. Когда мы были рабами, нас притесняли насмотрщики. Теперь тем же самым занимается полиция. Если я услышу что-нибудь о торговле наркотиками, я дам вам знать. Переселенцы доверяют мне. Вы можете говорить по-английски? Джордж. Можно по-английски? Мисс Росс любезно пообещала сообщать нам обо всех поступлениях в общине переселенцев. Спасибо. Смело звоните мне в любое время дня и ночи. У вас есть прямой телефон? А вот и мой муж. Извините за опоздание. Было трудно отпроситься с работы. Ревизор налогового управления. О чем вы говорили? Вы потратили на свою машину пять тысяч долларов и записали эту сумму в служебные расходы. У меня были сомнения. Поэтому мы позвонили в налоговое управление. Мы разговаривали с Фоггелом. Уолтер Фоггел. Как сотруднику полиции разве вам не полагается служебная машина? Только когда я нахожусь на дежурстве. И в свободное время, если возникает такая необходимость. Мистер Фоггел сказал, что это вполне правомерные расходы. Вам оплачивается свободное дежурство время? Нет. Значит, в это время вы не работаете. Вам надлежит уплатить налог. Но мистер Фоггел, который работает здесь, сказал, что мы поступили правильно. Если вы хотите заявить о некомпетентности сотрудника налогового управления, вы должны предъявить копии писем, посредством которых вы получили эту консультацию. Но мы разговаривали с ним по телефону. Значит, вы не располагаете необходимыми документами. В этом случае были отмечены многочисленные нарушения. Помимо уплаты налога, вам придется внести штраф. Ты вовремя. Мне нужна твоя помощь. Мэтт, ты будешь мной гордиться. Ты сам говорил, что я позволяю людям садиться мне на закорки. На голову, на голову. Но сегодня я послал всех к черту. В налоговом управлении хотели удержать с меня 2400 долларов. Ты послал к черту сотрудников налогового управления? Мэтт, у вас великая страна. Каждый человек может выступить против правительства и сказать им нет. И что ты сделал? Я сказал им, что ничего и платить не буду. Какое удивительное чувство. Я бывший раб бросил вызов власти. Я сказал им. Я знаю свои права. Позвони им. Авторы сценария Эндрю Шнайдер и Дайан Фролов. Режиссер Джон Макферсон. Одна из медицинских лабораторий штата Аризона получила патент на выведение микроорганизма, который был создан методом генной инженерии. Этот микроорганизм может питаться только сырой нефтью. Несмотря на двугодичное запрещение использования фреона, озоновый слой продолжает разрушаться, что ведет к усилению парникового эффекта. В течение недели температура воздуха в Саутленде продолжала оставаться на уровне 38-40 градусов Цельсия. Врачи советуют всем пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Начальник полиции Уолас Эренбург заявил сегодня о том, что Лос-Анджелес занимает США первое место по потреблению наркотического вещества Джонни Фрин. Благодаря быстрому привыканию, который этот наркотик вызывает как у людей, так и у переселенцев, Джонни Фрин называют крэком 90-х годов. Подозреваемые вошли в дом. Мы перекрыли вход. Вас понял. Наконец-то. Так ты думаешь, нет никаких оснований беспокоиться? Насчет чего? Насчет запроса из налогового управления. Я же тебе сказал, их компьютер наугад выбирает любые имена. Вот и наш подопечный. Привет, Ричи. Рад тебя видеть, старина. Ты настоящий друг. Я всегда аккуратно заполнял налоговые декларации. Если я случайно допустил какую-нибудь неточность, налоговое управление должны меня понять. Там очень понимающие люди. Не отвлекайся, Джордж. У меня есть 30 грамм чистого Джека. Три сотни долларов. Послушай, старик, у меня сейчас туго с деньгами. Но ты же меня знаешь. Мне нужно верить. 180. Гони, Джек. Я только теряю время. Хорошо, подожди. Я сейчас остальное читаю. Полиция, не с места. Не с места. Черт. Ты меня укусил. Ведь так же нельзя. Все нормально. Я потом сплюнул. Доставай. Я в наручниках. Представь, что это яблоко. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. 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 карточки. И срок ее действия. Великолепно. Нет, это вам спасибо. Я звонил вам по поводу объявлений в газете. Бак Франциско. Понятно. Почему вы хотите работать у нас? Мне нужны деньги. Весосы моих родителей исчерпаны, и я не хочу просить у них карманные деньги. Это мне нравится. О, боже, извини, Бак. Дэйв, ты меня слушаешь? Я смогу заплатить половину, но не больше. Хорошо, пока. Бак, ты когда-нибудь работал торговым агентом на телефоне? Нет. Ничего страшного. Наша идея настолько хороша, что не приходится никого уговаривать. Ты знаешь тектонийцев, которые не хотели бы иметь свой собственный дом? А вот мы обещаем построить для них на земле место, где они будут чувствовать себя как дома. Пойдем, посмотри сюда. Наши архитекторы воссоздали поселки, в которых жили общины тектонийцев. До эпохи рабства. Здесь есть храм селенистов, общинный суд, а также дома на 15 семей. Здорово. Знаешь, в чем состоит главное достоинство нашей работы? Мы вселяем в людей счастье. Бак, если ты готов много работать, то твой заработок не будет ограничен. Я готов, мистер Самуэль. Назови меня просто сын. Я рад, что ты к нам пришел, Бак. Я не хочу умолять заслуги моих подчиненных. Они замечательно работают. Я поставил своей целью искоренить торговлю наркотиками в общине переселенцев. И проведенные вчера аресты это подтверждают. Капитан, вы не на пресс-конференции в этом году? Число преступлений, связанных с наркотиками, увеличилось наполовину. Это тоже ваша заслуга? Жарковато. И все из-за этих ограничений на использование фреона, мы, наверное, никогда не сможем пользоваться кондиционерами. А вот и мои сотрудники. Вы нас вызывали? Сайкс Франциска, это мисс Бетси Рос, представительница местных деловых кругов. Она возглавляет ассоциацию по улучшению качества жизни в ее общении. Она хотела бы вас поблагодарить за проведенные вчера аресты. Какая уж у нас работа. Это для нас очень много значит. Нам казалось, что о нас давно забыли. Синктонийцы не доверяют людям полицейским. И у них есть для этого все основания. Да, я тоже об этом слышал, слышал. Если бы у нас... Скажи, что ты все заплатишь. Почему? С этими людьми шутки плохи. Позвони им. Мне стыдно за тебя. Ты разве не читал Конституцию? Обилие права. Ты ничего не понимаешь. Я не собираюсь плясать под их дудку. Налоговое бремя не должно быть бременем несправедливости. Мне это нравится. Возьми трубку. Детектив Франциска. Что? Арестовали? Что это значит? А разве они могут так поступить? До свидания. Ну что? Звонили из бухгалтерии. Налоговое управление наложило арест на мой счет. Теперь я не смогу получать зарплату. Позвони им. Обязательно. Джордж. 2400 долларов. Довольно. Налоговое бремя не должно быть бременем несправедливости. Не убивайся, так и заденет. У нас нет 2400 долларов. Я обращался за кредитом в банк и получил отказ. У меня в копилке есть 140 долларов. Нет, милая. Нет. Мы не возьмем твои деньги. Видишь, до чего они нас довели? Кровососы, проклятые. Сколько ты выпил? Одну четвертинку. Плюс еще пол-литра. Ужас. Мы поступили, как нам было сказано. Мы сделали все по закону. По их закону. И вот... И вот... 2400 долларов. Это, наверное, из налогового управления. Они хотят забрать нашу мебель. Они заберут нашего первенца. Они заберут Бака? Успокойся. Здесь живут Франциско? Они заберут Бака? Нет. Распишитесь здесь. Да. Поставьте это вон туда. Мама, это Дарак. Большое путь.